Здравствуйте! В эфире новости в студии Екатерина Соломатина. Начну выпуск с официальной хроники. 20 ноября в Малом зале местной администрации состоялась очередная встреча главы администрации Бориса Беляева с представителями бизнес-сообщества. На совещании обсуждались вопросы подписки на периодические издания, соблюдение требований безопасности в период проведения новогодних праздников, оформление фасадов зданий к праздникам, а также проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели во время своей работы. Подробности далее. Это первое совместное совещание предпринимателей, представителей государственных надзорных служб, здравоохранения и органов власти. Встречу решено провести в форме информационно-аналитической. Впрочем, некоторые актуальные вопросы обсуждались в ходе работы. О нарушениях по реализации спиртосодержащей продукции по итогам года говорил начальник Роспотребнадзора Рафаил Ибатулин. В последнее время в городе у нас появились так называемые разливные напитки, то есть реализуется пиво на разлив. Значит, правительство пошло навстречу предпринимателям, что любую деятельность, которую вы открываете, сейчас она исходит как уведомительный характер, вы уведомляете, открываете свои торговые точки или общепит. И многие предприниматели воспользовались этим, значит, магазин быстро превращает общественное питание, то есть в уголок стол поставить и начинают реализовать пиво на разлив. Если общепит, значит, реализация пива нарушается там до двух ночи, и этим они пользуются и реализуют. Тем самым нарушается общественный порядок, и люди начинают жаловаться в администрацию, в прокуратуру, к нам. Все эти нарушения выявлены в ходе рейда. Кроме того, существует так называемая проблема, связанная с деятельностью недобросовестных предпринимателей, которые нарушают правила торговли, не соблюдают санитарные нормы и требования. При этом эти организации представляют конкуренцию другим бизнесменам. С такой несправедливостью глава администрации предложил бороться вместе. Неужели вам не обидно, что среди нас есть люди, которые хотят нас жабануть и перебить ваши те затраты, которые вы несли? Как-то надо с этим бороться, может быть, совместно? Вот у нас тут находится полномочная по правам предпринимателей Константин Николаевич. Я прошу вас, если это реально занимается, давайте тоже. Защищаем права порядочных предпринимателей в том числе. Не так лишь бы заработать деньги и уйти. Они же тем самым никаких расходов не несут, чисто зарабатывают деньги и мешают тем, кто порядочно занимается бизнесом. Еще один из актуальных вопросов касается вывоза мусора подрядной организации предприятий «Транспортная база». Директор предприятия Сергей Швецов обозначил проблему по этой теме. Действительно, ситуация очень обострена, потому что массу негативных и жалоб, и высказываний населения города. То, что контейнерные точки населения захламляются отходами торговой деятельности. Эта проблема стоит остро и давно. Фактически, получается, что все эти отходы вывозятся за счет средств населения. В то же время, планировка города такова, что возле магазинов, согласно санитарным нормам, контейнерные точки установить невозможно. Представители бизнес-сообщества внесли свои предложения по решению проблемы. В том числе, извлечение выгоды из твердых бытовых отходов. Нужно искать пути, по которым эта деятельность была бы вам выгодной. Либо формировать в городе бизнес, основанный на торговой среде. Там нет ничего сложного. Возможно, ситуация по вывозу мусора наладится ввиду того, что в этом году приобретаются пять мусоровозов. Это значительно повысит эффективность работы. Всего на совещании было рассмотрено более десяти вопросов. В следующей встрече глава администрации рекомендовал внести предложение по решению существующих проблем. В течение месяца шла напряженная борьба, и вот долгожданный финал. Интеллектуальная игра «Брейнринг» — это не только добрая и хорошая традиция, но и своеобразный праздник для интеллектуальной молодежи Кумертау. Подробно о финале игры и ее результатах. Следующий материал. Вчера в здании Центра детского творчества собралось много гостей. Поддержать молодых интеллектуалов пришли не только их болельщики, но и глава администрации города Кумертау Борис Владимирович Беляев с представителями администрации городского округа и различных учебных заведений. Финал «Брейнринга» начался с торжественной части. Активные помощники в организации и проведении игры были награждены благодарственными письмами. А капитанам команды были вручены членские билеты. Итак, первыми за стол сели знатоки Кумертауского филиала ОГУ и Кумертауского института экономики и права. Начав с уверенного старта, команда «Люмин» ОГУ выбила себе третье место, разгромив соперников со счетом 5-0. После игры за третье место в увлекательной и упорной борьбе команда «Атвинта-2» авиационно-технического колледжа отдала первое место команде из УГАТУ «Атвинта», сыграв со счетом 5-3. Мы счастливы, рады, всем весело. Мы просто в восторге, что все-таки победили, смогли. Итогом всего мероприятия стала игра, где за столами знатоков сидели чемпионы Лиги Школьников, команда 10-й школы и чемпионы Лиги Студентов, команда УГАТУ. Выиграв со счетом 5-0, школьники забрали кубок главы администрации и звание абсолютного чемпиона игры «Брейнринг». Ощущения довольно непередаваемые. Мы очень рады, мы очень много готовились. Нам говорили, что будет намного сложнее. Нас очень долго, долго тренировали. Мы выучили чрезвычайно много, поэтому очень рад, что мы победили опять. Бесспорно, каждая команда была достойна победы. Тем не менее, фортуна улыбнулась самым начитанным и умным. Теперь город Казань и Республики Татарстан ждет свой аквапарк чемпионов «Брейнринга» – команду 10-й школы «Россия молодая». В Кумертау побывала группа ученых научно-исследовательского центра развития мусульманского образования при БГПУ имени Акмулы. Этот проект реализуется в Башкортостане с 2010 года. За это время проведены десятки лекций. Встречи с представителями общественности, учащимися и студентами лекторская группа проводит ежегодно. Тема религиозного просвещения – одна из актуальных в современном обществе. Конечно, ответы на многие вопросы можно найти в различного вида печатных изданиях. Но проблема в том, что информации на сегодня так много, что порой сложно разобраться в тех или иных вопросах, касаемых религии. Поэтому кандидат педагогических наук Ренат Калимуллин отмечает, что в первую очередь нужно правильно выбирать литературу. Лекторские команды работают во многих городах и селах республики. В составе просветительской группы – представители Башкирского педагогического университета имени Акмулы, Духовного управления мусульман республики, Российского исламского университета. Основная цель такой информационно-просветительской работы – «Профилактика религиозного экстремизма, разъяснение основ традиционного ислама». Общественный совет при МВД Республики Башкортостан провел выездное совещание совместно с советами городов Кумертау и Мелиус. В составе советов работники образования, культуры, религиозных конфессий и правоохранительных органов. За круглым столом участники форумов обсудили направление работы и задачи, стоящие перед членами советов. Встреча состоялась в конференц-зале местной администрации. Одна из задач общественного совета – оказание квалифицированной помощи граждан в решении их вопросов. Поэтому работа совета началась с приема граждан. Встреча проходила в конференц-зале администрации городского округа. На прием записались два человека. Иван Васильевич Кузнецов просит рассмотреть вопрос по расчету пенсии за стаж. Ему предложено обратиться в Верховный суд России. Со своей проблемой обратилась пенсионерка Людмила Большаева. Своей 70 она впервые пришла на прием граждан. В этом году женщина обнаружила, что в поселке Питке разобран принадлежавший ей гараж. Похищено имущество. Пенсионерка интересуется тем, какие меры приняты по этому делу. Ей обещали помочь разобраться в этом вопросе. В этот же день состоялся круглый стол с участием Общественного совета республики и советов по городу Гумертау и Милюзовскому району. Общественный совет в республике создан в 2004 году. Основные задачи организации прописаны в положении. Согласно которому ее члены имеют право вести контроль за деятельностью органов внутренних дел, принимать участие в решении вопросов граждан. Общественный совет при отделах внутренних дел это общественный контролирующий орган. Общественный совет имеет право заслушивать всех и каждого. То есть начиная от начальника отдела он заслушивает вопросы. Решения Общественного совета они не являются каким-то обязательным документом. Но это не такой объективный взгляд общества на те или иные явления. Члены общественного совета обозначили основные задачи, стоящие перед коллегами и призвали их к активной работе. Также были обозначены вопросы, на которые обращают внимание члены совета при своей работе. Так, например, культуру поведения сотрудников в полиции. Обыкновенный гражданин, смотря на полицейского, если полицейский одет неряшливо, если он нарушает сам форму одежды, нарушает обыкновенные правила поведения, если он идет по улице и на ходу курит, грызет семечки и плюется и так далее. То есть отсутствует обыкновенная общеселовеческая культура. Значит, об этом полицейском и народ будет говорить, до чего они не соблюдают сами правила. В завершении форума участники круглого стола приняли решение чаще проводить выездные совещания. Также для обмена опытом было предложено организовать встречи с советами других городов и районов. Мама – первое и главное слово в каждой судьбе. Вот уже 15 лет, каждый год, в последнее воскресенье ноября, отдается должное материнскому труду, бескорыстию женщины ради блага своих детей. Культурно-досуговый центр «Праздник» провел конкурс «А ну-ка, мамочки», который был приурочен как раз к этому дню, Дню Матери». Конкурс «А ну-ка, мамочки» прошел 19 ноября в культурно-досуговом центре. Он был приурочен к Дню Матери. Дети в команде со своими мамами смогли поучаствовать в семейных соревнованиях и продемонстрировать всю свою находчивость и фантазию. Участниками конкурса стали шесть команд. Нет, наверное, ни одной страны, которая бы не отмечала День Матери. День Матери в России проводится с 98-го года. Цель этого праздника – поддержка инициативы бережного отношения к женщине, сохранения семейных уклонов, ценностей и заботы, доброта по отношению к главному в жизни нашей всей, главного человека – это мать. Началось все с визитки. Каждая команда представила свой девиз и название. Далее задания были как для семьи, так и для отдельных ее членов. Домашним заданием был конкурс рисунков, где наглядно была представлена совместная работа мамы и ребенка. В перерывах между конкурсами для участников мероприятия проходила небольшая концертная программа. Жюри отметил каждую команду в номинации. Но победителем конкурса «А ну-ка, мамочки!» стала семья Ларинах. Завершением праздника стало чаепитие для всех конкурсантов. Елена Чернухина, Денис Тихонов. Новости. Это была последняя информация выпуска. Благодарю, что вы были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин